Всем привет! Осень наступила, время путешествий продолжается, и вот я приехала в город, который находится на северо-востоке от Москвы, город, который называется Переславль-Залезский. Итак, Переславль-Залезский. Залезский, что за странное слово такое? А слово на самом деле очень простое. Оно значит «за лесами», «за лесом». И город, как я сказала, очень старый. Его основали в двенадцатом веке, в начале двенадцатого века. Известный князь Юрий Долгорукий, который основал Москву, поэтому мы его хорошо знаем, он заложил и основы этого города. Юрий Долгорукий построил вот этот знаменитый собор, и это собор абсолютно уникальный, потому что соборов, которые остались до монгольского периода, до тринадцатого века, осталось очень-очень мало. Вот этот собор, основанный и построенный Юрием Долгоруким, он один из пяти и сохранился лучше всех. Белокаменный собор. Очень мало тогда строили из камня, в основном из дерева, но вот этот собор и стоит, потому что его построили из камня. Соборы в двенадцатом веке строили очень простой конструкции. Они, вы видите, были белые, был один купол и немножко белокаменной резьбы, то есть украшения по камню. Что ещё интересно и нужно обязательно сказать про это место, центральное место, центральную площадь Переславля-Залевского? Эта площадь называется Красная площадь. И переславцы говорят, что москвичи потом украли у них название для главной площади. Красная площадь – это, конечно, главное туристическое место в Переславле, поэтому здесь переславцы сделали туристическую карту. Переславль сейчас город небольшой, провинциальный. Здесь живёт где-то тридцать восемь тысяч человек. Но спасибо судьбе, спасибо истории, этот город сохранил для нас шесть монастырей и девять церквей. Я вам все монастыри и церкви показывать не буду, но самые красивые и интересные, конечно, покажу. Вот за мной один из шести работающих, действующих монастырей Переславля-Залевского. Монастырь мужской. Это Никитский монастырь. Он был основан в XI веке. Конечно, после XI века там было много изменений, его переделывали, но всё-таки то, что вы видите, это было основано и начата стройка в XI веке. Переславль город туристический здесь много реставрируют, но, конечно, денег не хватает, поэтому мы можем увидеть здесь и такие грустные картины. Для тех, кому понравился город Переславль, тот может купить вот здесь и домик. Видите, написано, продаётся прямо в центре города. Если вы захотите приехать в Переславль-Залевске на несколько дней, то вполне можете остановиться в гостинице. Как видите, гостиница очень приличная. Во всяком случае, выглядит так. На улице Свободы. Центральная улица Переславля. Вот интересный дом. Это дом начала XX века. Многоквартирный. Здесь жило много семей. Здесь и сегодня живут, как вы видите. Наверное, вы знаете, что в советское время в каждом городе обязательно в центре стоял памятник Ленину. В Москве, Петербурге и других больших городах сейчас уже трудно найти памятник Ленину, особенно в центре города. А в провинции эти памятники ещё сохранились. За ними ухаживают. Вы видите, Ленин покрашен хорошей краской. Удивительно, памятник-то 29-го года. Ленин всегда показывает правильную дорогу, куда нужно идти всем товарищам. Бюджет провинциальных городов обычно небольшой. Но даже на эти небольшие деньги администрация города старается благоустроить, то есть сделать комфортный свой город и среду. И вот даже берега речки Трубеж стали очень приятными для отдыха и для прогулок. А вот сидят местные рыбаки. Русские мужчины любят ловить рыбу. Ничто и никто их не остановит. Даже если они эту рыбу не едят сами, они приносят домой своим котам. Город называется Переславль-Залезский. Лес – это, конечно, очень важно. Но самая главная жемчужина города – это озеро. Мы мимо не пройдём. Вот оно, Плещеево озеро. Посмотрите, там есть надпись. Озеро огромное, но не глубокое. Сейчас средняя глубина – 11 метров. И когда на озере ветер и шторм, то волны очень высокие. И озеро очень опасное, несмотря на то, что только 11 метров. И в озере много рыбы. 16 видов рыбы в этом озере до сих пор. Интересно, что здесь водится рыба ряпушка, которой не водится больше нигде. Рыба ряпушка даже изображена на гербе города Переславль-Залезский. На берегу древнего Плещеево озера люди жили ещё очень давно. И здесь археологи нашли один очень интересный объект – огромный камень, которому поклонялись вот эти древние люди, которые здесь жили, когда ещё на Руси не было христианств. Вот этот объект, он называется «синий камень». Когда идёт дождь, и камень становится мокрым. Синий цвет прямо действительно очень хорошо видно. Камень, который приносит удачу, которому поклонялись древние люди. И вы посмотрите, наши люди сегодня бросают ему деньги тоже с той же самой целью, чтобы он принёс удачу. Старь Пётр I, который родился во второй половине 17 века, больше всего на свете любил воду, корабли, морские путешествия. Когда ему было 16 лет, в 1688 году он приехал сюда, на берег Плещеево озера, потому что для него тогда это было как море огромное. И начал здесь строить первые корабли, первые ботики, как говорили в то время. Помогали ему в этом мастера из Голландии. И через четыре года, в 92 году, здесь было торжественное открытие первого флота молодого царя Петра I. И поэтому в Переславле остался музей, который просвещён ботику Петра I. Вот этот первый флот Петра I назывался потешный флот, потому что в русском языке слово потешный – это значит для игры, для игры ребёнка. То есть, ну, молодой царь, ему нравятся корабли, ну и пускай этим тешится, увлекается, играет в это. А потом Пётр показал, что это была не только игра. На горе, около Плещеево озера, я прощаюсь с вами, и город Переславль-Залезский прощается с вами и ждёт вас в гости на берегах Плещеево озера. Субтитры создавал DimaTorzok